А ну и миграционные судьи и офицеры, они живые люди, правильно? Если что-то написано через пень-колоду, им не настолько приятно читать, и может меньше доверия, чем когда это красивый текст, и интересная история, если так на это посмотреть, да? Да, то есть они, когда предварительно ознакомляются с содержанием вашего убежища, они уже составляют какое-то представление о вашей личности, и если плохо составлено убежище, то даже если вы пришли подготовленным на этот суд, допустим, то уже предубежденные отношения, может быть, от судей или от прокуроров, из-за того, что не те выражения использованы, какие-то странные факты, которые выглядят совсем неправдоподобными и так далее, то есть они чувствуют, когда они так подготовлены. И если история, наоборот, ну, ваш бэкграунд в журналистике, на которой вы учились, в Киеве, в Украине, он помогает вам работать с фактами, да, как бы они, как некоторые участники этого рынка, которые уже сидят, да, как бы придумывают небылицы, делают из людей традиционной ориентации геев и прочее, да, то есть журналистика, это все-таки про факты, да, про подачу фактов в удобоваримом виде для аудитории, да, то есть ваша аудитория сейчас – это иммиграционные судьи и иммиграционные офицеры. С вашего опыта люди, выходцы из постсоветских стран, они, в принципе, понимают это, то есть, да, они не выдумывают свои истории, или все-таки часто вы все равно видите некоторых клиентов, которые ожидают чего-то сверхъестественного, да, какую-то фантастику, как бы, писать за них. Ну, вот интересно то, что в последнее время, я замечаю, многие приходят лучше подготовленными, более осведомленными о том, что такое убежище, чем раньше, и они уже понимают, что нужно обращаться к профессионалам за помощью, чтобы правильно оформить содержание убежища, основанное на тех фактах, которые с ними случились, вот, и в этом смысле легче работать стало с людьми в каком-то смысле, которые не ожидают сказок, мистики, художественных... И обычно уже приходят, да, то есть, ну, вы понимаете, что те, кто составляли им, которые, как вы говорите, кто-то из них сидит, кто-то из них... Скоро сядет, да. Скажем так, то есть, то, что там составлялось, они просто даже под копирку делали, или они использовали какие-то такие выражения, ну, уже заведомо фантасмагория просто. То есть, я читал... А сейчас у них появился чат GPT, сейчас они еще используют искусственный интеллект, чтобы нагенерировать сказок. Ну, может быть, даже искусственный интеллект сработает лучше, чем их... Потому что искусственный интеллект – это все-таки интеллект. А то, что они делали, то есть, люди, которые не имели ни юридического образования, ни какого-то соображения, даже не понятия о том, как вообще закон к этому относится, как относятся к этому офицеры, или, скажем, судьи, составляли душераздирающие театральные какие-то драмы. Я читал не один раз то, что приходило... К сожалению, люди приходили, что испорченными историями. И вот они провалились на первом интервью, и вот надо было их пристрелять в суде. Ну, что раньше все в основном приходили. Те, кто приехали по визам, и они проваливались потом на интервью, и нужно было их пристрелять в суде. А уже эти аферисты в суде, естественно, представлять их не могли, и надо было мне разбираться с их историями. Истории, конечно, поражали воображение. Иногда своей фантасмагорительностью, такой вот какой-то истерическим содержанием, без конкретных каких-то правдоподобных фактов. Так что... А это можно исправить, вот когда вам такое приходит вообще? Вы можете объяснить как бы судье, что, знаете, до этого помогал клиенту какой-то помогайка, как бы, да, и это все неверно, и сейчас я вам расскажу верно, как это происходит. Вы знаете, как раз на это смотрят с пристрастием, если люди доверились каким-то паралегалам, не адвокатам, то это еще добавляет, скажем так, скептичности к их делу, и судьи обвиняют их в том, что они не проверяли, что у человека лицензия есть, что они доверились аферистам, то есть они не смотрят на этих людей как на жертв, на самом деле. То есть они соучастники таким образом? Они как на соучастников, поэтому с самого начала нужно идти именно к лицензированному адвокату, а не к какому-то так называемому адвокату. Если так нужно, что пошли к лицензированному адвокату, или, к сожалению, как иногда выходит, да, у нас есть Илон Джамгар, у нас есть Юлия Гринфильд, и есть еще один адвокат, который его назвать, который тоже как бы сейчас, уже под следствием, да, как бы, ну, те двое, которых я назвала первые еще, мужа Ноладжамгару зовут, как его зовут, он тоже адвокат, они все уже как бы осуждены, решены лицензии, как бы, и все или садятся скоро, как бы, да, то есть если человек пошел к адвокату, но адвокат все равно придумывал кейс, да, как бы, ну, не все же адвокаты нормальные, вы понимаете, да, как бы, то что делать? То есть можно каким-то образом, в каких-то редких ситуациях, вы можете спасти и вытащить такой кейс, или это уже совсем все плохо? Ну, вы знаете, смотря какой кейс, то есть нам нужно смотреть, что там были за факты, какие там справки прилагались. Я помню, что была история, были такие истории раньше, лет 10 назад больше, то именно из-за справок людей ловили, направляли на экспертизу, иногда и смотрели, что справки были поддельные, что, например, нынешний образец, скажем, какой-то определенной медицинской справки, новая редакция этой бумажки, она выглядит по-другому. А они брали какие-то старинные, в хорошем каком бланке, и там заполняли всякие диагнозы, и так далее, эффективные, и их ловили на таком даже, сверяли образцы справок. То есть иммиграционные судьи не идиоты, иммиграционные офицеры не идиоты, они не принимают на веру рассказы про истории в другом конце света за чистую монету никак, правильно? Конечно, нет. То есть они относятся, ну, во-первых, задача, начнем с прокуроров. Задача прокуроров, это как-то объяснить суде, почему он должен отказать в деле по убежищу, то есть найти какие-то дефекты либо в показаниях, либо в самой истории, либо в справках и так далее. Задача судьи как бы объективно смотреть на вещи, но судья тоже, ознакомившись с материалом и делом, может обнаружить, что его, кто его готовил, как его готовили, клейк судьи почитает и скажет суде, что тут явно что-то не то, и он будет с пристрастием уже допрашивать этого клиента. Такие расследования, чтобы именно экспертизу, это довольно редко бывает, но такое тоже иногда случается. В общем целом, то, что я вижу в последнее время, это люди приходят с довольно реальными фактами, они приходят несколько уже подготовлены, и им есть что терять, скажем так. Им есть что терять, если кто-то неправильный возьмется за их дело и уже как бы потенциально неплохое дело испортит им. А раньше они могли приходить тоже вот так вот без ничего и просить, чтобы что-то им там поставили на пустом месте. Это, конечно, несерьезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!